я попробую сейчас говорить откуда-то откуда-то из вас надеюсь что у меня это получится прежде всего вы должны понимать что действие в самом начале которого мы находимся а это и правда начало это действие которое было задумано случайно она правда была думана случайно но было придумано на кухне 6 человек которые сидели в этот момент и разговаривали не говорили нам кажется что мы мало общаемся друг другом мы люди мало общаемся друг с другом между собой власть мало общается с нами было мало общаемся с властью мы не знаем своих соседей а давайте попробуем попробуем поговорить давайте попробуем это организовать но и как хороший кухонный разговор знаете он обязательно должен было какое-то ценное действие превратить оно должно превратиться в действие как сказка как сказка о том что время нам не подвластно и мы находимся на берегу реки времени иногда двигаемся вместе с течением реки но есть некоторые реки которые бегут быстрее чем мы а мы запустив по нему кораблик нашей мечты пытаемся догнать этот кораблик и внимательно за ним следить нам повезло в у народа саха есть свой артефакт очень мощное высказывание но очень не длинная ну по меркам больших литературных произведений это великий столетний план платона юнского мы попробовали осмыслить как выглядит этот текст вот если разбирать его не как сказку а как способ размышления если посмотреть на эти 8 9 10 страниц то они устроены очень интересным образом сначала этот текст погружает всех читателей в привычные для них действия нам в этом смысле повезло полтора года пандемии людям объяснили что тепло живого общения это очень здорово и поэтому когда мы сделали свои сессии это очень повлияло люди вдруг внезапно ощутили вот это ощущение тепла лампосте и с удовольствием пошли в это действие дальше в этом тексте появляется описание того кто организует или того кто наблюдает за этим высказываем мы поняли что мы не можем выделить наблюдателя хотя конечно же мы должны быть что мы собираем этот материал анатолий про это сказал нам действительно очень важно было занять позицию не критика не того кто может это переформулировать своими словами а попытаться собрать это так как она есть люди говорят теми словами которыми они чувствуют не надо в этом месте так сказать за уме поэтому мы были вынуждены занять вот такую позицию наблюдателя и сборщика следующие очень интересно если внимательно смотреть на этот текст ситуация когда вот этот координатор передает слово тому кто должен говорить но он не успевает произнести ни одного слова вместо него начинают говорить другие люди которые пришли на это собрание они говорят а как мое здравоохранение а как мой транспорт а как моё село как они не дают ему возможности рассказать про будущее они заставляют его возвращаться к той проблемности в которой они живут это понятно человек всегда трудится и всегда его текущей боли важнее чем возможность помыслить о будущем а в случае вас это вдвойне критично потому что мы на сессиях заметили что вы даже не можете помечтать вы настолько четко рассказываете что вы готовы сделать что мечты вам не доступны и нашей сложнейшей задачей было сделать так чтобы вы могли помечтать чтобы к тем 100 процентам того что вы собираетесь делать добавилось еще хотя бы полпроцента взгляда на столе и только после этого начинается объяснение того как может быть будущем в тексте она занимает достаточно объема в этом разговоре но самое важное в этом тексте совсем не то какими словами этот текст произносится а важно то что за каждым словом стоит ощущение того будущего в котором хочет жить человек это не про технологии это не про название это не про институты это про те свойства качества того места в котором я собираюсь жить когда мы разговаривали с вашими земляками с племенниками коллегами мы подумали решили что вообще надо обращать внимание на те вещи которые вас окружают иногда мы не замечаем что вот например река река сто лет назад это ресурс это источник жизни я достаю из нее рыбу я может быть там достаю из нее все то что позволяет мне выжить река сейчас очевидно это транспортная логистическая артерия вдоль рек прокладываются дороги дороги прокладываются в зимнике собственно прямо по ним там и доезжаем из одного места другое мы привыкли ориентироваться это такая разметка такой ландшафт да как мы думаем себя в этом пространстве амгинзы колынские районы сказали а давайте мы будем думать про реку через сто лет с учетом того что это ресурс с учетом того что это транспортно-логистическая история искали давайте мы будем думать про нее как про платформу это такое место подключения я живу рядом с рекой я могу помыслить кто я и я буду к этой реке подключаться понимаю что через нее я могу общаться со своими коллегами со своими друзьями со своими родственниками я могу делать на ней дело важное для меня могу заниматься предпринимательством вот например туристический кластер в умных словах превращается в сотни малых туристических маршрутов на которых любой человек в удобное для него время на день 2-3 неделю может подъехать в любую точку реки и с любой точки начать свое путешествие это совсем не то же самое что системные принципы организации с туроператорами река сама организует пространство этого будущего действия и будущей самореализации климат ну с рекой понятно с климатом все совсем жестко у нас вообще в стране а кстати я про это потом скажу нам кажется что якутия это маленькая российская федерация в масштабе 1-6 и даже расскажу почему мы так решили до 1 1 5 ну сейчас что присоединяем что-нибудь а не к трем будет нормально значит климат вы привыкли к тому что климат вас окружает климат сто лет назад эта ситуация в которой вы вынуждены выживать климат сейчас легкое неудобство у нас вчера на сессии случилась отличная формулировка которая называется инфраструктура дискомфорта ну то есть мы так организуем свою жизнь чтобы климат нам хотя бы не мешал действовать почти каждая сессия в которой хоть как-то начинался разговор об использовании климата в свою пользу а надо уметь свои слабости превращать свою силу было сказано что вообще-то климат это мощнейшая компетенция который народ обладает уже очень очень долгое время понимая как использовать эти самые преимущества бытовой вопрос у вас есть простите литники на которых вы храните продукты питания это же очень просто но это супер компетенция теперь представьте центр обработки данных которым нужно охлаждение вы спокойно размещаете здесь не тратя на эту энергию сельское хозяйство с морозостойкими культурами которые например изничтожаются время временными качениями в температурах а вы знаете как правильно за ними ухаживать если рассматривать холод как компетенцию то это в каком-то смысле мощнейшее преимущество и люди будут вам за этим самым преимуществом обращаться а территории кажется очевидным что вы владеете пятой частью пятой частью территории российской федерации она огромная сто лет назад вы пытались закрепиться на ней освоить ее удержаться особенно с учетом климата и территория для вас было так сказать местом присутствия сейчас это место которое вы наполняете своей деятельностью вы его обустраиваете в те границы которые вам доступны внезапно территории такого размера как ваша для вас может стать мощным мощной возможностью продвинуть андрей сказал в своем рассказе про логистику транспорт история про мне вы мне бы в небо и новые нормативы свободного неба где каждое домохозяйство якутии может иметь свой маленький личный самолет как раньше мы все мечтали а теперь имеем свой маленький личный автомобиль это не ну как бы это не сказка это точно возможно получить на горизонте пусть не 5 пусть не 10 но 15-20 лет а это означает что дети и внуки будут относиться к самолетам маленьким самолетом так же как мы сейчас относимся к нашему автомобилю утром простите но связанные самолетные совсем другое дело и с точки зрения скорости с точки зрения расстояния возможности игнорирования сложного ландшафта на котором мы живем вот сейчас я расскажу про то что якутия это маленькая российская федерация это мое собственное личное открытие я поделился с моими друзьями с моими соратниками у вас есть своя москва сейчас прямо здесь находимся да это центр агломерации где все самое быстрое самое лучшее самое мощное самое дорогое самое красивое у вас есть своя камчатка с которой невозможно вылететь иван владимир куда здесь невозможно вылететь но правда чтобы вы понимали и на камчатке люди из москвы могут найти себе дело ребята провели еще три сессии пока там были пока не могли вылететь вы просто чудо время терять у вас есть свой хантамансийский обрук ну еще тюменский да то есть там где добыча идет у вас есть свой белгород свой кавказ свои житницы свои здравницы они есть они живут по своим законам я хочу сказать что у вас есть свой татарстан угадайте где это а вот угадайте я говорю что не угадают не рюнгри не рюнгри ваш татарстан мы вам предлагаем про это подумать взгляд со стороны да это же взгляд со стороны да вот то что вы такая сложная и разная по организации территория дает вам ни с чем не сравнимое преимущество вы знаете как устроены разные места эти вы не слышали про них а вы знаете если вы думаете про себя как про цельную систему то есть это значит что у вас в семье точно совершенно есть белый черный высокий низкий худой и толстый все есть вы можете спокойно про каждое из этих условий про каждого из них вы можете говорить квалифицированные никто не может усомнить вашу истинность потому что это истинность о практике мы очень много разговаривали про культуру мы очень долго пытались найти обоснование для чего нужен язык это очень тяжело и даже вчера даже люди которые имеют отношение к языку они говорили но он нужен почему нужен невозможно объяснить взгляд со стороны я вот например знаю для чего нужен я вчера про это говорил на сессии сегодня готов повторить тысячу раз люди которые владеют двумя языками русским и якутским на русском разговаривают совсем по-другому первое слово которое вы произносите это то слово которое осмысливает всю вашу последующую речь потому что якутский устроен так потому что если ты не успел сказать ты замерз первое слово в вашем предложении главное и когда вы разговариваете на русском задаешь вопрос скажи вот что ты по этому поводу думаешь человек так задумывается ну налоги я думаю дальше не надо все понятно а передумайтесь какое-то мощное преимущество вы умеете быстро разговаривать о главном между прочим если выстраивать такие деятельности в которых быстрое разговаривание о главном является преимуществом это ваше мощное преимущество которым можно продвигаться в глобальную повестку совсем коротко технологии когда вы прочитали великий столетний план а напоминались дворцы и стекла и бетон сейчас для нас стекло и бетон это обыденные действия очень простое анатолий не сказал про это мы договаривались но может быть я я перехвачу у тебя это пространство а вот когда платон овенский пытался писать свои великие столетние планы написал тогда люди которые умели читать оказались остальным какими-то сверху не выдающимся а сейчас читает каждый вот сейчас полноценский буду написал к 60 году все должны учиться до сейчас например мы выдающимися людьми мы я имею ввиду вот наше поколение считаем людей которые умеют программировать от 20 лет назад мы считали такими людей которые умеют печатать на клавиатуре сейчас всем умеем это делать вот технологии они проходят очень быстро и нам не важно какой технологии будет реализовано то или иное свойство тепло комфорт радость скорость перемещения прозрачность принятие решения это не важно технологии это те слова которыми мы оперируем сегодня чтобы объяснить чего мы хотим достичь послезавтра эти технологии мы цивилизационный берем если я хочу света я могу сделать лампочку могу сделать большие панорамные окна могу поставить рассеивающий свет стекол главное что я хочу света и никто не может мне предложить неизвестно что что не даст мне свет даже если это очень крутая технология но очень дорого стоит очень много поэтому основной вывод который мы сделали на наших сессиях надо разговаривать с людьми о том чего они хотят получить они средства которыми мы можем это дать средства этого живу теперь самое важное про человека без этого то что мы сделали бессмысленно есть четыре свойства которые были нами выделены как свойства человека живущего на земле первое я умею выживать это супер важные свойства поверьте им владеет далеко не каждый мало того я умею выживать в том месте где нахожусь прямо сейчас не пытаясь отсюда переместиться потому что и перемещение может стоить мне жизнь для меня это было серьезным открытием за семь лет я понял почему вы ездите на автомобилях даже летом даже 100 метров чтобы не отвыкать потому что зимой можно заряжать на этих самых столетах второе свойство супер свойства которые у вас есть если вы начинаете делать что-то новое вы делаете это принципиально лучше и качественнее чем почти все остальные которые за это взялись вы умеете это делать вы даете лучшее качество ровно по этой причине люди которые уезжают отсюда и находят себя где-то в других местах они там в этих местах занимают очень высокие позиции а те кто там не нашел себе возможности закрепиться на высоких позициях привозят все то чему они там научились сюда и закрепляются на высоких позициях здесь это принципиально и то что третье свойство очень важно вы всегда хотите больше чем у вас мы обсуждали это в разных аспектах мы вчера разговаривали про это в группе предпринимателей мы говорили о том что у вас всегда спрос всегда превышает предложение это означает что если вдруг внезапно здесь появляется какое-то решение это решение вы точно гарантированно сразу же расхватываете каждый из вас нужна этот распадать и дальше вопрос о том может ли произвести это благо тот кому это случайно удалось и наконец четвертое вы способны разговаривать между собой как если бы вы разговаривали с властью и власть вас воспринимает равными отсюда ваши принципы организации работы в улусах на слегах в городе ваши внутренние рабочие группы ваша спас спокойная работа фамилиями меж секторов межотраслей вы умеете быть властью вы умеете быть хозяев вот если эти четыре свойства положить на такой квадратик мысленно то это означает что вы выживаете на месте потому что умеете делать лучше для себя когда вы делаете лучше для себя вы можете еще немножко сделать для других и им станет лучше а когда вы можете немножко сделать для других и вам для этого просто нужны ресурсы вы способны поговорить об этих ресурсах с теми у кого эти ресурсы есть а это значит замыкая этот квадрат выживать в этот момент вы будете еще лучше если позволю еще одну фразу совсем короткую вы знаете вы как народ уже состоялись вас знают вас фиксируют о вас думаю за вами внимательно наблюдают вашими продуктами пользуются нам кажется по итогам того действия которое мы совершили что теперь важно чтобы в каждом из людей которые считают себя частью этого народа этот народ отразился полностью как в капле воды отражается сила и мощь всех водоемов из которых эти капли берутся и при этом эта капля является уникальной и универсальной одновременно и эта капля способна справиться с теми проблемами которые на нее падают и перетечь в то пространство по той самой реки времени о которой мы говорили и принять форму да спасибо вам большое за ваше внимание к нашему действию нашему общему совместному действию прошу вас пожалуйста благодарите людей